Приветствую вас. Ответом на ваш вопрос, на мой взгляд, будет чувство, которое вы испытываете вот в том или ином состоянии. То есть, что это значит? Это означает, что если вам комфортнее не взаимодействовать с людьми, да? То есть, вы себя чувствуете так, ну, скажем, лучше, спокойнее, вполне, да? То есть, удобнее вам, вот. Но при этом, при этом, вы легко можете общаться с людьми, да? То в этом случае вы, скорее всего, именно интроверт. Если вы, значит, не общаетесь с людьми, потому что вам тяжело, да? То это не означает, что вы интроверт. Это означает то, что означает, что вам тяжело, тяжело общаться с людьми. Но именно к интроверсии это не имеет отношения никакого. То, что вам тяжело общаться с людьми говорит о том, что вы, возможно, не принимаете себя. У вас, возможно, есть некоторые проблемы, ну, например, да, есть некоторые проблемы с общением. Допустим, вот. И проблемы с общением, это не показатель того, что вы интроверт. Проблемы с общением, это доказатель того, что у вас есть некоторые конфликты внутренние, которые по ряду причин, да, вам мешают, ну, мешают вам, там, взаимодействовать с людьми, например. Вот. Потому что, если бы вот этих вот конфликтов бы не было, да, внутренних, то есть, если вам не было бы тяжело, вы бы общались, наверное, скорее всего, с людьми. Вот. То есть, тот факт, что вам тяжело взаимодействовать с кем-то, тот факт, что вам тяжело взаимодействовать с кем-то, не может свидетельствовать с кем-то, не может свидетельствовать о том, что вы интроверт или экстра-напротив-верт. Это свидетельствует только о том, что вам тяжело. Вот. Если неинтересно, то опять же надо разбирать. Неинтересно почему. Неинтересно в чем. Неинтересно чем. Понимаете? Какая история. Вот. То есть, если вам просто люди неинтересны, если вам хорошо наедине с собой, например, но при этом вы, допустим, никого не обвиняете, да, вы там никого не обесцениваете, вот, то в таком случае, ну, можно говорить о том, что вы действительно импроверт. В таком случае можно говорить о том, что вы импроверт, да. Вот. Если вы обесцениваете людей, если вы пытаетесь себя убедить в том, что, ну, люди вот, они такие вот. Вот они такие вот. Неинтересные, да. А в действительности вы хотите, вы тяготеете к ним. Вот. То есть, мне кажется, что тут ситуация далеко не такая однозначная на самом деле, как вот может показаться на первый взгляд. Вот. Понимаете? То есть, всё зависит, всё зависит, грубо говоря, от свободы вашего выбора. По факту. Всё зависит от свободы вашего выбора. Если у вас свободный выбор, не общаться с людьми, да, то это нормально. Это значит, что вы, скорее всего, именно, именно интроверт. Вот. Если выбор не свободный, да, то есть, то есть, есть какой-то негатив от этого выбора, то это ещё неизвестно. Интроверт вы или экстраверт. Понимаете? Вот. Так что я думаю, я думаю, так вот, так можно определять. Это естественное поведение для человека, это естественная среда для человека, естественная форма, ну, естественное состояние человека. Естественно, это означает, что состояние для него хорошее, нормальное, несущее ему только позитив. Вот. И гармонию. Но при этом, как бы, и допущение возможности, что может быть и по-другому. Вот. Понятно, надеюсь, объясню я свою мысль вам. Так. Вы пишите, как это определить наверняка, а зачем? Зачем определять наверняка? То есть, я допускаю, да, я допускаю тот факт, что, ну, что вы, возможно, хотите лучше себя понять. Вот. Если вы действительно хотите себя лучше понять, то, в таком случае, я полагаю, что имеет смысл, значит, ориентироваться на свои чувства. Именно. Понимаете? Вот. И только ориентируясь на свои чувства, да, вы можете, собственно, себя понять. Вот. Только ориентируясь на свои чувства, вы будете знать, что наверняка у вас чувства вот такие. А какие это чувства, да, вот конкретно, какие это чувства? Это вообще неважно. То есть, это уже, ну, это уже вопрос, как бы, второй, да, это не первый вопрос, вопрос на самом деле. Вот. Я понимаю ваши проблемность, да, я понимаю ваши проблемность, и знать, какая вы. Я понимаю, это прекрасно. Вот. Но я думаю, что ориентироваться нужно именно на чувства. В первую очередь. Не на какие-то внешние факторы, да, а именно на чувства. Вот. Только ориентированность на чувства поможет вам ситуацию прояснить для себя в лучшей степени. Вот. Есть, конечно, тесты определенные и все, но мне кажется, что лучше всего будет, если вы вот именно проанализируете, что если вы именно вот психологом, да, поработаете на эту тему и разберетесь в себе. Вот. Мне думается, что так будет идеально. Вот. Но решать, решать, естественно, вам. Вот. И если не хочется работать с психологом, то можно использовать тесты, тогда воспользоваться тестами можно. Вот. Тесты вам, ну, безусловно, могут помочь, ну, правда, не очень сильно в этом вопросе. Вот. Вот так. Вот так можно вам ответить на ваш вопрос. Значит, на этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались дополнительные вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. И небольшой такой по скриптам. Вы сами определите, кто вы не сможете. Это можно делать только специалисты, только работая с вами. Вы сами этого не сделаете. Я желаю вам всего самого доброго и удачи вам. Удачи вам.